записался на обучение что по вашему методу освоить python jango а дальше уже самостоятельно применить здравствуйте ребята полученные знания и доосвоить связку java плюс spring но если можно делать параллельно то буду рад вообще в идеале будущем стек который я хочу уверенно владеть вот здесь надо доработка сразу доработка теперь как это сделать быстро значит чего здесь не хватает так сначала вычитаем резюме значит если включить java то будет отлично давайте разберемся итак сразу настраиваемся на что хочу настроить примерно 400 вопросов примерно 7000 строк кода это я посчитал за эти 9 лет примерно плюс-минус теперь давайте здесь все расставим по местам как это должно быть поэтапно java python.js я вижу да значит мы не берем сейчас фреймворки да теперь после по сгресс qr я здесь ставлю пока вопрос почему смотрите итак здесь у нас стоит несколько вопросов вопрос первый который задают если план обучения включить java будет отлично это обязательное условие в любом случае неважно кто бы был java или нет единственное что здесь надо добавить c++ объясняю почему на c++ никто не заставляет писать но ноги растут оттуда сейчас чуть дальше я расскажу сам суть своего метода и так я давал этому парню возможно вам захочется посмотреть ссылка в описании видео значит обратите внимание смотрите вот в чем суть сначала я перехожу к документации java и здесь есть вот простой класс то есть по сути дела пишется такое слово мы создаем три объекта если вы зайдете в python c++ или js то везде вы увидите это слово что было понятно давайте объясню на простом примере программирование устроено абсолютно так как устроена наша жизнь значит если мы говорим объект на что такое объект тут немножко я поменяю подождите смотрите если мы произносим объект как слова то это нам ни о чем не говорит это абсолютно то же самое что подойти к велосипеду и сказать это механическое транспортное средство и так бла 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 дальше по сути дела мы что делаем для то мы понимаем что для того чтобы поехать на велосипед надо на него сесть и начать крутить педали то есть те действия которые надо совершить чтобы передвигаться в объекте существует абсолютно то же самое вещь в js в java в python в го в cotton в другом языке объект будет значит три вещи то есть то чем будем рассуждать то есть иными словами когда мы открываем вот это и читаем мы читаем объект но подразумеваем раз два три для тех я вам давал это видео по крайней мере вот здесь мы месяц разбирали что такое объект с парнем да ноги растут си плюс плюс можно посмотреть видео почитать статью и здесь речь идет о том как начать писать коз главы именно почему сейчас и после чего это происходит все погнали дальше и так сначала подводим первый итог для того чтобы нам определить с понятиями все эти языки сиподобные нам надо понять что такое сиподобность и как она выражается в языках неважно от синтакси реализации но например как я сказал объекты дал видео до посмотреть будет во всех языках одинаково неважно слово объект важно что мы подразумеваем то же самое как на велосипеде крутить педали теперь вот этот пример здесь у нас есть три объекта это пример java с документации вот это пример с тога класса python обратите внимание давайте зададим простой вопрос не простой вопрос а посмотрим в данном случае java есть три конструкция иными словами есть класс есть метод есть экземпляр в python есть четыре конструкции есть класс секунду есть класс есть метод есть функция есть экземпляр то есть и в тех и в одном и втором языке есть одни и те же компоненты значит что нам надо делать откроем код реальный вот код python вот код java на что будут инвестировано время и написано вот этот код для того чтобы работать всего с этими четырьмя конструкциями что надо выяснить что эти конструкции работают по одному и тому же закону то есть это единое целое абсолютно в любом языке программирование второе что нам надо выяснить что все эти конструкции работают по одним и тем же законам я уже говорил повторяюсь второе надо выяснить что это законы что у них общего в разных языках поэтому имеет смысл и система который с которой я работаю она работает с разными языками вот этого парня который я показывал нам пришлось до момента вот сейчас где-то после 50 вопросов это где-то несколько месяцев мы подошли к моменту когда нам надо написать код с головы иными словами до этого нам пришлось залезть python gs c++ солидность потому что человеку нравится солидность солидность то есть и увидеть то что мы выясняем во всех языках программирования теперь давайте посмотрим что нам надо сделать чтобы было более понятней расскажу более конкретный пример на примере функций итак в python функции есть в js функции есть в java функции есть нет есть методы но это та же функция только в пределах класса в python такая же ситуация устройство функции абсолютно идентичного во всех языках программирования единственное что отличается это параметры иными словами если мы поработали через исключение с функциями и поработали правильно то через исключение мы код забудем но исключение куда и на что смотреть мы точно будем помнить независимости от языка это первое если вы получали правильные задания и отработали функции как надо то есть в несколько этапов отрабатываем в python отрабатываем в java отрабатываем в js и по сути дела на схом остатке у нас становится понятно что единственное разное во всех языках функциях или методах это сами параметры значит заходя в язык программирования Kotlin нам надо всего минут 10-15 чтобы посмотреть как там работают параметры это то что касается техники то что касается принятия решения я рассказывал вот в этом видео то есть на основе чего принимается решение это называется законы я называю законы программирования например объект первого класса вот здесь о нем и есть иными словами иными словами объект первого класса это один из элементов да будет для всех языков программирования одинаков это то на основе чего мы принимаем решение на написание собственного кода то есть сам по себе объект первого класса он описан отдельно от всех языков только реализуется определенным образом в том или ином языке смысл один что мы получаем просто переменную с которой можем делать все что хотим пока достаточно для того чтобы все сработало правильно нам надо задать себе правильный вопрос с чего надо начать изучать классы и нам надо быть уверен что это правильно значит эти все законы должны работать для всех языков программирования если это так то вы это будете видеть сразу оговорюсь к чему приводит то что если человек неправильно делал вот смотрите интересная статья парень хороший пишет но он не программист это легко видно если промотать промотать код то вы нигде не найдете понятия ссылки то есть до сих пор человек не понимает где находится значение как с ним работать что такое объект это не понимает и мы получаем подтверждение то есть один человек приходит к второму устраиваться на работу и пишет такой код по сути дела тот кто пришел на работу сказать что это за бред это бред он должен был сказать этот код неверный в результате что происходит они выясняют вдвоем что оба были неправы почему потому что они не понимали разницу между атрибутами класса атрибутами экземпляра иными словами вопрос лет 15 назад был поставлен неверно если бы был поставлен верно вопрос и правильно начато обучение а это рекомендовал гвидовом росом это все есть на сайте каким образом и это относится ко всем языкам тогда бы этих вещей всех не было не пришлось бы через 15 лет выяснять то из чего в принципе состоит основа допустим тех же классов python иными словами делаем вывод человек копирует код то есть он не понимает и не может его писать отлично джесс как раз таки я очень рекомендую так как это тот язык с которым можно привести в порядок работу с функциями на высший уровень классы там мы практически трогать не будем кроме нода да если будете заниматься почему потому что классы классов там как таковых нет там это синтактические сахарными словами функции они создают проблемы почему по одной простой причине так как это браузер он просто может лечь почему потому что код начинает сочетаться строго но не будем вдаваться в подробности поэтому все там пишется на функциях подводим итог итак 400 вопросов мы будем задавать всего лишь четырем конструкции все остальное в языке будет одинаково работать для всех этих конструкций для этого отдельные темы теперь каким образом надо работать какой результат мы должны получить итак первое это работа с документацией работа исходным кодом если хотите получить живой пример я показал на коде питон на реальном коде джанга каким образом используется исходный код для написания своего кода в видео посмотрите оно длинное час двадцать две но если наберете терпения то в конце новички получат там очень хороший совет чего не надо бояться сам способ через исключение я сказал это единственный способ чтобы выучить язык других способов нет исключения в разных языках по-разному формулируются но выражаются одной и той же мысль если не будет хватать не будет правильно передан аргумент параметру функции то исключение вы поймете в любом языке самое главное знаете что делать по сути дела легко понять вот легко отследить людей которые неправильно изучали язык и неправильным образом ну например сейчас покажу мне надо просто получить исключение я сейчас остановлю вот смотрите простой пример не передан один позиционный параметр мы возьмем сделаем нехитрую действие и сделаем следующим образом вот это мы сделаем иксами а парам здесь допишем например джанго вы увидите довольно много страниц где вы увидите такие вещи и много вопросов вопрос эти люди просто не знают основы языков вот и все то есть когда человек спрашивает такие исключения самые частые он просто не знает что делать и при этом будет тупо копировать код неужели не проще один раз разобраться то есть когда мы учимся и работаем постоянно с исходным кодом и с документацией мы вынуждены его читать это чтение кода происходит постепенно проявляет для вас файл таким образом выстраивается система которая способна вам дать понимание любых языков программирования потому что все языки программирования устроены абсолютно по одному и тому же принципу сиподобные говорю например если взять язык программирования ладно не буду эту мысль продолжать чтобы вас не отвлекать а все современные языки сиподобные еще один важный момент то есть изучая языки это я называю система работы с кодом то есть как вы собираетесь работать с кодом чтобы он вам был понятен вот эти вещи все фреймворки да кроме базы ну вот это уберем вот так эти вещи они используют одни и те же принципы и законы ну например давайте посмотрим например если мы выделим объект первого класса возьмем java то вот эта конструкция будет все равно работать как объект первого класса почему не скажу если мы возьмем еще три библиотеки а возьмем следующие тога в данном случае эта конструкция будет работать как объект первого класса возьмем библиотеку PyTorch модуль nn да в данном случае эта конструкция будет работать как объект первого класса если мы возьмем Django самую часто используемую функцию которую я привожу эта конструкция будет работать как объект первого класса то есть везде одинаковый принцип независимый от библиотеки то есть почему потому что принципов достаточно перечесть на пальцах это ложат карман вам язык программирования JS потому что там построен язык всего на двух принципах объект первого класса и объект высшего порядка все например в этой статье я показал этот пример то есть момент принятия решения в данном случае от парня я хочу добиться чтобы он начал писать код с головы для этого нам понадобилось несколько месяцев мы месяц разбирали что такое объект пока не начали действительно этим думать то есть конкретно под объектом что подразвивается и для того чтобы разобрать как работа с кодом объекта первого класса причем потому что это самый часто используемый код я только что показал нам пришлось работать тоже в несколько этапов все вопросы было постепенно и здесь видно как его ответы обрастают логически да превращаются в ответы программиста но опять же в данном случае мы пришли к тому что пора заниматься практикой как мы это делаем я все рассказал что было до что сейчас что будет после при этом обратите внимание классы мы еще не проходили кому интересно посмотрите кто готов работать по моей системе и начать писать код действительно реально и готов работать с документацией с исходным кодом и через исключение пожалуйста приходите я покажу как записаться и так как я работаю по комментариям и коду иными словами для того чтобы вам преуспеть здесь вам придется все писать ну вот пример я задаю вопрос как вы будете работать с документацией что делать куда смотреть на что смотреть какие выводы делать иными словами вам надо это все описать в результате как правило и какие дополнительные действия что является результатом работы как правило если вы у вас нет системы обучения вы написать то что не будет работать иными словами из этого я сделаю вывод и задам вопросы такие как надо сделать для того чтобы узнать можно посмотреть канал youtube можно нажать индивидуально и дальше выбрать индивидуальный план задать вопросы по почте и и начать расти какие какие действия вам точно придется делать и на это надо настроиться ну например опять приведу пример специально записал чтобы люди просто увидели другой подход вот смотрите вот по этому парню то есть мы месяц разбирали что что такое объект пока я не добился четкого понимания не увидел что человек это может с этим работать документации в исходном коде и объяснить то есть связано выражать свою мысль как программист поэтому я не ставлю временные рамки потому что скорее всего у многих из вас зреет вопрос сколько нужно времени самое легко работать с людьми у которых каша в голове у них в принципе все есть надо все просто расставить по полкам у которых есть опыт труднее работать с людьми у которых сначала каждому человеку я подбираю свой подход иными словами у вас может быть абсолютно свой план от чего это зависит я всегда даю первое задание тестовое где человек даю реальный код он выше среднего здесь важно новичкам не тушеваться один парень когда-то написал я знаю только дэв потому что видел на youtube через три месяца он прекрасно читал код теперь когда будет достигнуто когда будет достигнуто написание кода с головы здесь ответ простой очевидно ребят что совершенно нельзя писать свой код если мы его не читаем первая задача это чтение кода если как ускорить процесс если мы начинаем читать код в разных языках например прочитали параметры в js прочитали параметры в java прочитали параметры в python конечно же они отложатся довольно быстро это абсолютно работает так же если вы допустим вышли на улицу там мороз то вы легко можете представить что что такое тепло да по крайней мере там или батарею ну как это будет тепло это обратно да представляется то же самое в языке программирования работает все по одному закону но когда вы поняли как выглядит параметр в java как выглядит параметр в python как в js на разнице вы четко поняли как это работает и в принципе любой другой язык третий пятый седьмой вам будет понятен еще один важный момент я сказал что каждому человеку у меня свой подход но цели одни и те же для всех например вот система описания языков абсолютно всех в начале идут типы а вот допустим в этом видео я четко показал и проговорил а мы еще не изучали типы но тем не менее я даю задание таким образом чтобы он подходил к этим типам пока я вижу не совсем готовность почему с одной стороны можно было бы сделать как делают все то есть дать типы сразу с первого занятия иными словами чтобы мы получили человек будет воспринимать типы как некие скобочки и кавычки а это то чем надо мыслить то к чему надо прийти поэтому если делать три этапа знакомства как у него получится второй этап это при изучении конструкции которые мы упоминали ранее и третий этап после изучения классов когда все станет на место вот тогда я подключусь но тем не менее как видео я показал я постоянно смотрю он начинает методы использовать и все прочее почему этот метод работает и почему люди пишут да все очень просто ребята смотрите мы можем читать язык я повторяю то что говорил в начале но просто чтобы вы видели язык описан как очень много заявлений но не заявлений а строк но как правило все вещи делятся на две категории в языке есть четыре конструкции с которым мы работаем раз то есть если вы выбросите все остальное останутся четыре конструкции все остальное if else оно одинаково для всех языкового программирования и при этом является смысловым и работает для всех этих вещей абсолютно одинаково то есть нам надо понять вот эту работу а не вот эту тогда уходит вся путаница а многие скажут о понятно в чем заключается успех когда получится когда есть определенный порядок и есть определенный подход то есть вопросы должны быть составлены таким образом чтобы это соответствовало достижению цели в чем проблема большинства людей и проблема большинства людей заключается в следующем я делаю 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 писать не могу читать хоть не могу правильно ли я делаю вот этот вопрос я решаю чтобы могли писать читать но для того чтобы читать сначала писать надо сначала читать шаг за шагом получаем результат у меня все